Борис Березов 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 И в этом смысле я не думаю, что радиостанцию ждут какие-то дополнительные развивательства. Мне гораздо важнее сейчас провести правовую оценку этих материалов, потому что очевидно, и Борис Березовский об этом достаточно прямо намекает, что он будет продолжать активность в этом направлении. Я не против того, чтобы на любых информационных ресурсах высказывались различные точки зрения. Я это в своем обращении у Москвы подчеркнул. Но при этом важно, конечно, чтобы все дискуссии проходили в рамках действующего законодательства, для того, чтобы они не содержали прямых нарушений закона. Потому что неважно, какими мотивами руководствуются те или иные авторы, предлагая материалы, содержащие прямое нарушение законодательства. Это нарушение законодательства, и оно должно быть обязательно исследовано и получить правовую оценку. Хочу две вещи тоже уточнить. Я не правильно ли я вас поняла, что то, что с сайта их Москвы убран этот текст, это означает, что теперь у радиостанции все будет нормально? По действующему законодательству. В случае, когда на сайте того или иного ресурса, который зарегистрирован как средство массовой информации, появляются материалы, в которых есть признаки экстремизма, либо других нарушений закона, детской порнографии, пропаганды, насилия, расизма. И в случае обращения к этому ресурсу, ресурс снимает данный материал, то в этом смысле его действия правомерны и достаточны. Если ресурс отказывается от этого выполнения, тогда уже идет другая процедура, которая предусматривает целый порядок мероприятий, потому что такой материал прекратить распространять. И второе вот оточнение по поводу, я знаю, про какую фразу вы говорите из письма Березовского, я ее, естественно, прочитала очень внимательно к этому эфиру, но, скажем так, не требуется ли здесь лингвистическая экспертиза? Все-таки призыв это очень конкретная вещь, да, пойдемте туда-то и сделаем тот, ну, условно говоря, да? А он выражает свое мнение, но не говорит даже прямо в этой фразе, что он сам собирается заниматься насильственным свержением власти. Я бы процитировала, но боюсь, вы сразу... Он бывает гораздо хитрее, потому что, сидя в Лондоне, он призывает насильственно свергать власти тех, кто находится сейчас здесь. Он выражает уверенность в том, что смена режима произойдет исключительно силовым путем. Он выражает уверенность в том, что смена режима произойдет силовым путем. Я именно поэтому обратился вчера к радиостанции и попросил ее занять по этому поводу осознанную позицию. И позиция, мы видим, радиостанции была занята, они признали, что там могут быть... В комментариях есть экстремизм, они не признали по тексту Березовского. Они сняли этот материал, и мне кажется, что этим с точки зрения взаимоотношений с радиостанцией нет больше никаких вопросов. Но именно поэтому я обратился в Генеральную прокуратуру и в надзорные органы для того, чтобы они провели соответствующие экспертизы, в том числе и правовую, и лингвистическую, и юридико-техническую, и дали правовую оценку этим материалом. Вы хотите привлечь Березовского к уголовной ответственности? Я считаю, что в данном случае, конечно же, виновник Березовского. Более того... Если экспертиза признает то, что вы говорите, вы будете требовать... Или они должны уже будут возбудить уголовное дело? Они должны будут требовать, конечно, потому что это нарушение законодательства. И будет вестись процесс заочно, обвиняемым будет... Ну, как многие процессы в отношении Бориса Березовского. Если же не признает экспертиза этот материал и эту фразу незаконной, то что тогда? Тогда, собственно говоря, будет... Эхо Москвы сможет вернуть текст на сайт. Теоретически да, но я думаю, что в этом смысле мы будем добиваться через судебные инстанции учета нашей позиции. И только решение судебной инстанции высшей может окончательную точку в этом споре поставить. А вы вот так вот мониторите все, что размещается в СМИ, в интернете, в блогах, которые могут... Вы спрашиваете меня лично? Вас как представителя комитета, да, я так понимаю? Информационной политики. Я добавляю подкомитет по информационной политике. Вот по этому письму вы как кто выступали? Я по этому письму выступал как председатель профильного подкомитета. Потому что я считаю, что в данном случае вопрос не о политическом содержании, а о нарушении законодательства. И в этом смысле нет разницы между политическими взглядами того, кто нарушил закон. Скажите, пожалуйста, можно я спрошу просто ваше мнение? Как вы считаете, экстремизм ли это? Я приведу к стату. Даже русские по рождению объявляют русский национальный патриотизм угрозой для России. Русской кровушки, господа, больше не попьете. Как вам эта фраза? Она претендует на то, чтобы... Я считаю, что здесь как раз идет отрицание насилия. Поэтому моя личная экспертная оценка в том, что здесь нет нарушения законодательства. Но мы можем, если вы считаете по-другому, направить эти материалы тоже на экспертизу и получить заключение. А вы знаете, да, кто автор этой фразы? Я так понимаю, что речь идет о статье Дмитрия Рогозина. Да, хорошо, внимательно читает пресс. Какие читаете? Нет, конечно, всеми вещами, которые связаны с предметом моей компетенции... А последний раз вы когда подобные запросы отправляли в Роскомнацию? Вы знаете, у нас такие запросы были, по сути, до окончания работы предыдущего созыва Государственной Думы. И я уверен, что и сейчас время от времени будет необходимость получения действительно правой экспертизы подобных случаев. Потому что одно дело, это наша с вами позиция, точно так же, как и позиция любого информационного ресурса. А другое дело, это все-таки позиция специалистов, которую в данном случае важно получить. А, то есть вы имеете в виду, что сейчас вы более внимательно знакомитесь с материалами? Я всегда внимательно знакомлюсь с материалами. То есть вы имеете в виду, что их будет больше сейчас? Нет, я считаю, что они периодически будут возникать. Почему? Потому что иногда это может возникать по безграмотности, либо невнимательности того или иного автора. И как раз в этом смысле, для того, чтобы не заставлять СМИ постоянно осуществлять премодерацию, что абсолютно бессмысленно и технически невозможно, существует порядок, по которому в случае, если такой материал появился, и по нему возникло обращение, ресурс принимает решение. Снять этот материал, либо оставить, и тогда уже нести осознанно все правовые последствия размещения такого материала. Спасибо. С нами в студии был Сергей Железняк, депутат Государственной Думы, член Генсовета партии «Единая Россия». Прямо сейчас ненадолго прервемся, не переключайтесь. Прямо сейчас ненадолго прервемся. Прямо сейчас ненадолго прервемся. Прямо сейчас ненадолго прервемся. Прямо сейчас ненадолго прервемся. Продолжение следует...